Тверская область – антилидер Центральной России по количеству абортов. 43 женщины и 100 решаются на прерывание беременности. Такого высокого показателя нет ни в одном соседнем регионе. Этой проблеме была посвящена встреча главврачей, учреждений здравоохранения, а также специалистов по демографической политике. Какой новый метод влияния готовы применить психологи и медики для сохранения детских жизней, узнала Мария Шалаванова. Ежегодно Тверская область теряет порядка нескольких десятков тысяч жизней из-за искусственного прерывания беременности. Причин для этого много, но они одинаковы. Низкие доходы, отсутствие жилья, незавершенное образование. Женщины не хотят рожать детей раньше, чем достигнут успеха в карьере или осуществят свои долгосрочные планы, в которые ребенок не входит. В России малыш, находящийся в утробе матери, уже имеет свои права, в частности, право на жизнь. Но так как он зависим от матери, именно женщина решает, родиться ему или нет. Право человека на жизнь до рождения признается, в том числе при проведении операций внутриопутробных, направленных на спасение жизни малыша, именно малыша, на проведение лечения, если оно необходимо и маме, и нерожденному малышу. То есть мы тем самым признаем право человека на жизнь до его рождения. Да, самим фактом рождения считается факт появления человека на свет, но тем не менее то, что он существует еще задолго до этого момента, это, мне кажется, факт неоспоримый. На встрече медики и психологи говорили о том, что на данный момент общество не может поставить человека в строгие рамки, вынести единое категоричное решение по отношению к правильности или безрассудности аборта. Рассуждать, дискутировать, спорить или осуждать – это одно, а столкнуться с этим и принять действительно правильные решения – это совсем другое. И помочь определиться с женщинам помогают кабинеты до абортного консультирования и кризисных ситуаций, которые сейчас открыты во всех акушерских отделениях больниц. Опытом одной из них с главврачами поделилась Оксана Азизова, координатор движения «За жизнь» по Тверской области. В среднем у нас от 10 до 20 женщин приходит в месяц. Как правило, 2-3 женщины стабильно сохраняют, бывает 4. Наш консультант дает информацию о последствиях аборта на психологическом уровне, на духовном уровне. Также дается информация о социальных поддержках. И также мы в свою очередь оказываем поддержки женщинам, нуждающимся в этом. У нас есть центр гуманитарной помощи, где у нас коляски, кроватки, одежда для новорожденных. Медики говорят, что женщины, которые записались на процедуру прерывания беременности, на самом деле не уверены в правильности решения. Поэтому любая фраза психолога, с которым ведется диалог, может повлиять на выбор сохранения плода. Для этого фонд «За жизнь» решил максимально визуализировать того, от кого до 12 недели может избавиться мать. Такие фигурки теперь будут в каждом кабинете у психологов. Мы сегодня раздаем такие модели эмбрионов. Это уже сформированный человечек, уже со всеми сформированными основными органами. И он есть, он слышит звук голоса мамы, он получает питание через кровь, он уже чувствует, он боится, у него есть реакция нервная. И то, что он не самостоятельен в своем проживании, позвольте, у нас есть и взрослые люди рожденные, которые тоже не самостоятельны в своем проживании. Мы тоже должны прекратить их право на жизнь? Конечно же нет. И сейчас мы говорим о том, что ребенок нерожденный, это такой же человек, как и рожденный человек ребенок. Помочь выбрать верный путь может и региональная поддержка. У Тверской области сейчас действует порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Получить исчерпывающую информацию о льготах и выплатах можно будет на горячей линии областного министерства семейной и демографической политики.